Первый автомобиль должен проехать по новому Борскому мосту уже в сентябре этого года. Такая серьезная стройка оказалась возможна благодаря федеральному финансированию. Нижегородская область получила субсидию в размере почти 4 миллиардов рублей. Это очень серьезная сумма, которую мы ожидали и Валерий Павлович боролся за эту сумму. Большая работа уже начата, то есть на сегодняшний день подписаны контракты с поставщиками, происходит проплата, идет материал. В ближайшее время мы должны уже получать сюда все материалы по данному объекту, которые нам необходимы. Наши области выделили наибольшую сумму из федерального бюджета, и такое доверие надо оправдывать. Работы на мосту ведутся постоянно, ведь нужно успеть все сделать в срок. Наша задача на сегодняшний день, я думаю, что по самому мосту мы уже в начале сентября проедем. То есть он будет полностью готов, заасфальтирован. Мы от начала моста и до последней опоры на машины проедем. Такая задача мною поставлена, с тем, чтобы к мосту больше не подходить, заниматься только подходом. В Министерстве дорог говорят, задачи губернатора обязательно выполнят. Борскому мосту просто необходим двойник, ведь в часы пик по нему проходит 70 тысяч единиц транспорта, и это при пропускной способности в 12 тысяч. Борский мост – это стратегическое направление российское, это наш коридор транспортный. Огромное количество транзитного транспорта идет по этому направлению, и это огромное подспорье для, прежде всего, наших северных территорий. Последний визит Дмитрия Анатольевича Медведева в Нижегородскую область, его встреча с губернатором Валерием Павленовичем, и одна из просьб, которая была озвучена, это помочь средствам федерального бюджета для достройки такого важного для субъекта объекта, как Борский мост. Тогда было дано обещание, сейчас это обещание выполнено. Особое внимание в рамках совещания уделили решению временных трудностей автомобилистов в связи с ограничением движения автомобильного транспорта на пересечении улиц Акимова и Карла Маркса. Водители отметили, что решение этих трудностей в большей мере зависит от соблюдения самими автомобилистами культуры вождения. Нужно оказывать, они мешают всем ездить нормально. Это ухудшает проблему проб, в любом случае эти водители, они где-то вклиниваются, замедляют движение, поэтому я считаю это абсолютно неправильно. Словом, работы по дорожному покрытию на мосту завершатся уже в сентябре и дальше дорожникам предстоит работать уже с подъездами и благоустройством. По плану сдать мост в эксплуатацию должны летом 2017 года.